Ну что ж, судя по аншлагу в каждой секции сегодняшней конференции, конференция вызывает большой интерес. И вообще бизнес-конференции становится таким неотъемлемой частью нашей бизнес-жизни. Очень много интересных тем, нейромаркетинг. Очень интересно, с большим удовольствием послушал выступление Дениса. Сегодня вы слушали про лидерство. Где-то в кулуарах будет про agile. Если присмотреться, полазить, наверное, по дальним, можно еще что-нибудь про блокчейн найти или биткоин. В общем, очень интересно, очень все насыщенно. Но в бизнесе все эти инновации, все эти технологии рано или поздно приводят нас на ринг, на поле боя, где остается один продавец и один покупатель. Вот в глаза глаза друг другу смотрят и о чем-то договариваются. Друзья, а если у вас, кроме вас, есть хотя бы один сотрудник, то вы каждый день задаете себе вопрос, как сделать так, чтобы этот человек, ваш сотрудник, а если у вас их 10, не боялись и на это поле выходили и пытались чего-то добиться. То есть рано или поздно все проверяется вот в этом бою. Вы знаете, есть такая замечательная американская спортивная игра бейсбол. Она очень не развита у нас в России, мало кто знает ее правил. Но она очень сложная, она стратегически, тактически очень сложная игра. Но она очень похожа на бизнес и продажи, потому что в самый решающий момент на поле остается два человека, бросающие и бьющие. И вот как они реализуют эти возможности, так вся командная стратегия, тактика поработает. Что сегодня происходит? Давайте возвращаться уже к основной нашей теме. Нам, все, я, мои коллеги многочисленные, многие эксперты говорят, ребята, управление продажами – это система. Система управления – это важно. Она приведет нас к какому-то результату прекрасному. И это правда. Вот в моих словах нет ни тени, сарказма, иронии. Это мои уважаемые коллеги здесь представлены. Это все правда. Но я хочу, я недаром пример про бейсбол вам привел, хочу представить вот это знаменитое выражение такого культово-американского персонажа. Он несколько лет ушел из жизни, его звали Йоги Бера. И он в американский фольклор вошел как премьер-министр России Виктор Степанович Черномырдин. Это два таких выдающихся человека, которые говорили такие уникальные, парадоксальные, но если присмотреться, очень жизненные, емкие фразы. Вот Йоги Бера, он был знаменитый бейсболист, он был знаменитый тренер, он был менеджер знаменитого клуба Нью-Йорк Янкис. Многие, наверное, видели вот эту эмблемку у него на кепочке. Каждый уважающийся подмосковный мальчик мечтает о такой кепочке, не знаю, что на ней изображено. Но это клуб Нью-Йорк Янкис. И вот Йоги Бера сказал эту замечательную фразу, что в теории между теорией и практикой разницы нет, но на практике почему-то есть. Потому что когда мы с вами уходим из этих прекрасных конференц-залов, нам здесь интересно, очень увлекательно. Мы приходим к себе в офис, и там начинается это гребаный, извините меня за такой голливудский эпитет, ежедневная практика, что что-то все идет не так. Ну хорошо, давайте сейчас вернемся в идеальную картину. Система продаж, система управления продажами, а как она должна быть? Много всяких версий. Я сейчас быстро, фрагментарно, поверхностно расскажу мою точку зрения, как она должна выглядеть в каждом бизнесе. Конечно, у вас много специфик, но вы там уже эти специфики добавите. Посмотрите, система управления продажами, система ваших управленческих решений, вот выглядит такая, как эта схема. Первое, планирование и контроль. Вот эта связка очень важна, и через несколько минут я все-таки скажу, что я имею в виду под планированием и контролем, очень важны бизнес-процессы, то есть последовательность взаимодействия нас с клиентами, в котором участвуют маркетологи, лид-генераторы, продавцы, клиентские менеджеры, аккаунт-менеджеры, клиентский сервис, кого там только нет на этом прекрасном пути. Нас интересуют организационные структуры. Как я уже сказал, если у вас больше, чем один, то какая-то иерархия важна. Мы же не в шайке, не в банде. Кто кому подчиняется, какая специализация подразделений, кто за кого отвечает. Это важно. Я, видите, сейчас обозначил три таких темных пятна систем продаж. Между ними в этом прокрустном ложе есть бордовые, красные пятна. Это ваши задачи, связанные с людьми. Видите, парадоксально, я начал говорить про управленческие решения, не касаясь людей. Планы, контроль, процессы, структуры. Такая штабная история, правда? Это наши штабные решения. Но как только вы их принимаете, они наполняются живыми, эмоциональными, толковыми, зачастую бестолковыми нашими сотрудниками, которых вы должны где-то взять, как-то их набрать. Вы их должны чему-то научить, и вы должны их как-то замотивировать. Сейчас об этом во всем очень быстро, но поговорим. Ну и, соответственно, мы живем в современном мире, друзья мои. И я это говорю не потому, что я на мероприятии, которые организовал замечательный IT, CRM и прочий вендор 1S Bittrex. Нет. В современном мире информации так много, что без автоматизации, безадекватной автоматизации, то, к сожалению, вот все это вышеперечисленное применять не получится. Ну хорошо, давайте фрагментарно. Бизнес-процессы. Тут можно говорить не о хорошем, а о плохом, потому что, поверьте моему 20-летнему опыту консалтинговому, есть распространенные, очень часто встречающиеся процессные проблемы. Они есть у каждого здесь сидящего. Есть они у меня. Периодически тоже себя хватаю за одно место. Говорю, слушай, что ж ты сделал? Ну посмотрите. Ну анализ трафика. Это отдельная больная история для маркетологов, лидогенераторов. Квалификация запроса, квалификация клиента. А кто наш клиент? Мы можем как-то понять, вообще тратить на него время или не тратить. Во многих CRM-системах сегодня появляются уже инструментарии, так называемый скоринг. Но это такая нетривиальная задача. Сбор базы данных и проактивный контакт. Видите, я сейчас так очень дипломатично, очень нежно сказал про набившую всем оскомину холодные звонки. И наш брат-консультант вместе с вами, с потребителями, очень любит поговорить о кончине холодных звонков. Что все, в современном мире так нельзя делать. И потом каждый из нас получит в течение дня 10-20 холодных обращений. Потому что, друзья мои, каждая компания должна понимать, рано или поздно без холодного контакта не обойтись. Ну хорошо, давайте я уберу слово холодного, он раздражает. Проактивного контакта. А знаете почему? А потому что проактивный контакт, телефонный или личный, это единственный вид коммуникации, который нельзя забанить в принципе. Я сейчас вас не призываю завтра создавать у себя колл-центры. Но если ваша вороночка не наполняется, то вам придется это делать. А это бизнес-процессы. Потребности и ожидания клиента. Вот сейчас Денис очень интересно, красиво, увлекательно рассказывал про эту нейроевристику. Но на самом-то деле, я не противопоставляю то, что он сказал, ни в коем случае. На самом-то деле это часть работы сотрудников, продаж. Поговорить с клиентом о его болях, о его мечтах, о его ожиданиях, о вот этих фантастических таких проекциях в его головном мозге. А как он себе видит путешествие, он купил недельный тур в Турцию. Он же представляет себе пятизвездочный отель, правда, на лазурном берегу, красивый бассейн, чудесные девушки, пятиразовое питание. А в итоге оказывается, что он из окна смотрит на стройку. 40 градусов жары, и к морю нельзя выйти вообще. Это и есть разрыв в ожиданиях. Про эти ожидания надо поговорить. Это тоже бизнес-процессы, это тоже компетенция, квалификация людей. Удовлетворенность клиента и кросс-продажи. Мы все мечтаем о следующих продажах, мы все мечтаем о long time value. Такой тоже я мудреный термин могу вам сказать. Пожизненные или долговременные ценности клиента. Но она возникнет только тогда, когда клиент доволен. Друзья мои, сейчас будет риторический вопрос, отвечать не надо. Вы часто сами, глаза в глаза, спрашивали у своего личного клиента. Дружок, ты доволен, что со мной работаешь? Ты доволен, что ты летаешь аэрофлотом? Что ты купил мою CRM-систему? Что ты купил мой продукт? Часто или нет? Вопрос был риторический. И это распространенные процессные проблемы. Обратите внимание. Ну хорошо, теперь план продаж. Поднимите, пожалуйста, руку. У кого сегодня план продаж есть в компании? Слушайте, зрелость российского бизнеса растет у многих, у большинства. Но есть нюанс. Посмотрите на эту схему. Вероятнее всего, вы сейчас ответили о том, что у вас есть верхний, самый важный, самый главный уровень планирования. Финансовый показатель, сколько денег вы хотим заработать? Отлично. Но дальше эта матрешка плановых показателей, она наполняется модным термином KPI, показателями активности людей. Показателями, ну простите меня за такое бытовое сравнение, показателями их потоотделения. Это воронки продаж. Сколько клиентов на каждой стадии процесса вы запланировали? Я думаю, что сейчас уже столько рук не поднимется. Такого показателя нет. Нормативы по контактам. Сколько в конце концов надо контактировать с клиентом, чтобы все-таки его достать? Можно очень долго смеяться над мальчиком, который дергает девочку за косичку. Много ваших продавцов дергают девочек за косички? Чаще всего они сидят и ждут, когда девочка сама подставит свою косичку. Можно мальчика ругать, но он, по крайней мере, попытался. Так может быть мы запланируем количество попыток в единицу времени? Ну и в конце мы посчитаем, сколько бойцов нам нужно, чтобы дергать девочки за косички. Теперь важно замкнуть эту вертикаль власти. Здорово, когда у нас и планы, и показатели, у нас есть KPI, метрики. Но теперь нам надо все дело проконтролировать. Контроль начинается с планирования. Это есть наши планы. Дальше отчетность. После этих слов можно сейчас пойти на технологический поток, послушать, что Bittrex вам готовит с точки зрения отчетности дешбордов. Очень круто и красиво. Но, друзья мои, это только полдела. Вот когда вы видите этот красивый дешборд, когда вы видите этот красивый отчет, парадокс-то в том, о чем в учебниках не пишут, что вот эта вся красивая логика ваших показателей, KPI, нормативов, воронок, метрика, конферсия, она же не сходится в красивую логику, правда? Оно как-то отклоняется друг от друга. И вот на этих отклонениях вы, дорогие руководители, я надеюсь, здесь большинство руководителей, обязаны принимать решения. А это сложно, это эмоционально. Какие решения? Мы можем корректировать планы и процессы. Да вернее не можем, мы обязаны это делать. Знаете, есть мотивационный парадокс. Если в группе продаж 10 человек, никто план не выполняет? Ну никто. Может быть они уроды, может быть они ленивые, может быть им не везет, а может быть ваши планы завышены. Так к чему я кланю? Если никто не выполняет, ни один ваш аргумент как руководителя, что план выполним, не работает. Ни один. Если ни один российский футболист никогда не был чемпионом мира, никто никогда им не может объяснить. В отличие от хоккеистов. Но иногда чудо же бывает, правда? Это я про следующий год. Требования к лид-генерации, перераспределения клиентов. Мы можем поменять требования к маркетингу. Дорогой маркетинг, ну кого ты нам гонишь на нашей посадочной странице? Что это за шлаг за такой? Давай-ка мы вот с портретом клиента поработаем. Повышение квалификации и мотивации. Мы можем это менять. Это тоже решение. Мы можем ротировать сотрудников, клиентов. И внимание, надо было, конечно, выделить жирным. Вот это последнее слово. Мы можем увольнять. Черт побери, ну зачем нам неудачники-то в продажах? Зачем нам те люди, которые не хотят этого делать? Да и не умеют. Ага, если прозвучало слово увольнение, или вернее перед тем, как оно прозвучит, значит, где же его взять такого хорошего, прекрасного? Не буду сейчас цитировать многочисленные жалобы коммерческих директоров, что на рынке, 20-миллионном рынке Москвы, 5-миллионном рынке Петербурга, полумиллионном рынке Тулы. Ну нет людей. Ну кто в пробках ездит? Непонятно. Зомби, наверное. Но людей нет. Друзья мои, это тоже бизнес-процесс. Профиль требований. Воронка кандидатов. Опять звучит слово воронка кандидатов. Знаете, когда я выступаю на HR-конференцах, я произношу эти магические цифры, я их сейчас тоже произнесу. Вы ищете хорошего продавца. Воронка кандидатов звучит ужасающего. Вы хотите одного качественного, 5 стажеров, пусть не во времени одновременно, пускай это будет растянуто. 5 человек, 20-25 человек, с которыми вы начали собеседование. А чтобы продажника в Москве пригласить на собеседование 25 человек, нужно их пригласить 50, а для этого надо посмотреть 100 резюме. И вот в тот момент, когда ваш HR говорит, ой, слушайте, на рынке что-то нет людей. У вас один вопрос. 100 резюме, покажи. Нет, иди ищи дальше. Вся работа. Непрерывный поток. Это требование к бизнес-процессу, комплектованию. Непрерывно смотрим. И тогда у вас есть надежда, что они все-таки существуют. И первичное обучение. Подготовка. Вот та самая подготовка. Копии ломаются на эту тему. Поэтому, к сожалению, большому, очень часто мы ищем волшебные средства, волшебные пути, чтобы сбежать этой жуткой рутины управленческой. Мы надеемся на самообразование. Мы надеемся на книжки. Мы надеемся на дистанционные курсы. Друзья, это все прекрасно. Это очень хорошо. Но рано или поздно приходит время, когда вы напишите ту самую книгу продаж, напишите, распишите регламенты, распишите инструкции, распишите скрипты, выбора нет. И какой-то ваш внутренний инструктор еженедельно, друзья мои, еженедельно начнет проводить вот этот кроссфит. Час в неделю. Для того, чтобы отрабатывать те или иные элементы взаимодействия вашего сотрудника с клиентом. А как понять, какие элементы? А вот когда вы в контроле, несколько слайдов тому назад, проверяли вороночку, и в том месте, где она отклонялась от красивой трапеции, вот в этом месте процесса есть проблемы, квалификационные. Так вот это и надо тренировать. Друзья мои, еженедельно. Я бы радостно сказал ежедневно, но правда, времени такого нет. Вы мне можете сказать, да нет, это невозможно. Во-первых, это дорого. Бизнес-тренера дорого стоит. Я обращаю ваше внимание, внутренний инструктор, это внутреннее дело. Внутреннее. А те из вас, кто занимался в детстве спортом, кто занимается спортом сейчас, сколько времени вы проводили на тренировках? Ну неужели вы думаете, что дворовый футбол, хоккей, баскетбол, лыжи легче или сложнее, чем продажи? Нет, это тоже функция многократных повторений. Ну и каждое обучение заканчивается экзаменом. Мотивация, самый вкусный элемент системы продаж, про него готовы говорить все бесконечно. Если дать определение этой управленческой функции, это создание условий, при которых сотрудники по доброй воле стремятся, внимание, не стать лучше, не стать успешней, не стать богаче, а достичь тех планов, KPI, показателей, которые вы перед ними ставите. Соответственно, вы понимаете, что нет мотивации без планирования. Но если есть планирование, должен быть контроль. Если есть планирование, контроль, они опираются на процессы, и все это опирается на людей, и в итоге это мотивация. Получается, что мотивация, это управленческая функция, которая все в себя вбирает, как крыша дома. Ну, не бывает крыши дома без фундамента, стен, окон, дверей и так далее. Инструментов мотивации огромное количество, материальное вознаграждение. Тут надо сделать трагическую паузу. Очень часто сейчас я слышу из разных уст на конференциях, в литературе, а как бы сделать так, чтобы мотивировать продажника без денег? Друзья мои, это оксимирон. Я даже, как модный человек, скажу, что это гнойный оксимирон. Понимаете, да? Эстеты и любители хип-хоп. Так не бывает. Ну, нельзя пчелам бороться против меда. Продажник приходит за деньгами. Если он не по этой части, пускай он работает в другом месте. Но кроме материального вознаграждения есть, моральное стимулирование. Есть ужас, мотивация страхом. Продажник, оказывается, чего-то боится. Кто интересуется этой темой, я потом в кулуарах могу поделиться мнением, чего же он все-таки боится. Боится. Вовлечение. Это такой очень модный подход, эмоционального вовлечения людей, втягивания в их свою орбиту, в свои цели, в свои пожелания, в свои ценности и так далее. Но тут есть один момент, что мотивация вовлечения, она очень краткосрочная. Как, собственно, мотивация страхом. Ну, нельзя вечно пугать и нельзя все время вовлекать. Представьте, вы говорите человеку, я тебя уволю. И говорите это десятый раз подряд в течение квартала, но он уже не верит вашим ужасным словам. Или ему говорите, слушайте, ребят, потерпите, мы в таком проекте, вот через годик, мы с вами будем королей мира. Годик проходит, никакого королевства в помине не видать. Ну, окей, второй раз вы так скажете, третий раз. Ну, вам уже больше верить не будут. Поэтому мотивация, страх и вовлечение это такая очень точечная история. Это была моя точка зрения про систему управления, систему продаж вообще. Но вот дальше что-то идет не так. Согласитесь, но ведь было логично, когда я все рассказывал. Я вам больше скажу, вот по результатам 20-летней практики компании, которую я создал, которая активно развивается, компания Бернер Стаффорд. Вот наша статистика. 40% проектов, правда, прекрасные, я бы их назвал выдающиеся. 40% проектов хорошие. Правда, рост, динамика. Но есть ощущение у нас, у заказчика, что можно было бы сделать круче. 20% эпик фейл, провалы. Что идет не так? Вот здесь есть две проблематики. Или система не подошла, не работает. Такое бывает. В нашей практике не часто, но правда было. Или заказчик, клиент, бизнесмен говорит, слушайте, ребята, все красиво вы, конечно, излагаете, но я без всякой системы, я успешен, вот мой отчет о прибылих и убытках. Я успешен, я продаю. Ну и что ты тут в этот момент скажешь? Окей, пусть будет так. Вы знаете, вот такой любопытнейший маленький кейс из моей практики. У нас был клиент, компания, только не смейтесь, она занимается заборами. Крупная компания, 40 точек продаж по Москве, заборы, вот любые заборы, от сетки рабицы до каменных таких чугунных архитектурных изваяний, все что угодно. Никакой системы продаж вообще близко не было, но компания научилась делать две вещи. Ну, во-первых, она неплохо гнала трафик из интернета, ну, такая все-таки узкая, нишевая история, поэтому вполне работающая. И они научили своих людей по телефону настолько здорово исполнять единственный скрипт продажа забора горячему клиенту. Вот если клиент, которому нужен забор в течение двух недель, ну, не стопроцентная, конечно, конверсия, но близка, продают стопроцентно. Все, их там много. Все остальное, клиент, который за несколько месяцев звонит, чтобы узнать, у него даже телефоны не берут, просто не берут, не берут контактов, ничего не происходит. Вот маленький элемент процесса, тем не менее, он работает, он успешный. Поэтому, друзья мои, я считаю, вот это, наверное, основной сейчас будет месседж моего выступления, что система продаж, система управления очень важная стратегическая история, но она должна подходить к некому уровню, к некому циклу зрелости компании. Ну, для тех из вас, кто любит книги, кто посещает конференции, тот знает этот цикл Одизиса. Много циклов революции компании, но вот мне в том числе близок подход господина Одизиса, он сравнивает развитие компании с ребенком. То, что можно дать третьекласснику, наверное, уже не нужно давать человеку в УЗИ, наоборот, не надо грузить человека в УЗИ какими-то мелочами для маленького. На этом пути эволюции компании есть разные риски, есть разные состояния, есть разные управленческие решения. Так вот, я считаю, что продажи попроще, чем, конечно, чем весь бизнес попроще. Я выделяю три основных этапа. Эволюция любых продаж, эволюция систем продаж, как хотите. Первый этап стартаперский. Вот я иногда выступаю здесь же в этой аудитории, перед стартапом Академии Сколкова, вот там прямо такая целевая аудитория, сидит стартаперы с проектами, глаза горят. Второй этап, как ни странно, он характерен для большинства российского, ну, среднего, малого бизнеса точно, хотя и в крупном, поверьте, примерно так. Я его называю предпринимательский подход. Когда руководители примерно рассуждают следующим образом, они, конечно, вслух этого не говорят, но примерно это выглядит следующим образом. Я, дорогие продавцы, дал вам продукты, товары, поддержку, как в 90-е говорили, крышу, идите туда, продайте, принесите деньги мне и возьмите себе частичку этого результата. И я же вам дал эту возможность, идите и возьмите. И система мотивации позволит вам очень много заработать, идите и возьмите. Как я когда-то, когда я был молодой, начинающий стартапер, я же это делал. И потом задаешь руководителям такой вопрос, ну что, друзья, это хорошая мантра, почему нет? Вы все условия создали, идите и возьмите. И еще много идут и берут. Бывает такое. Я не говорю, что такого не бывает. В принципе, бывает, но очень редко. Или просто редко. Далеко, большинство, вернее, наших продажников почему-то экстаза от этого подхода не испытывает. Ну и третий этап, естественно, эволюция, это уже системный подход. Я считаю, что вот из того, о чем я говорил про систему, как совокупность управленческих решений, на каждом этапе стартап предпринимается системной, надо использовать разные вещи. Не грузить разные этапы избыточными решениями. Ну, на этапе стартапа понятно, все или ничего. На самом-то деле будет происходить все, но не к сотрудникам, к самому себе. Я твердо убежден, что на этапе стартапа основатель или один из основателей должен встать, пойти и продавать. И слушать этот восторг или удивление потенциальных клиентов. Слушать их скепсис, ухмылки, иди и продай сам. Это твой вызов. Никто лучше тебя не верит в твой продукт, никто его лучше не знает, иди и сделай. Другой вопрос, что на этапе стартапа очень важно заложить в это ДНК определенные нюансы. Они касаются данных. Данные нужно собирать по ходу, для того, чтобы, когда, дорогой основатель, ты через годик-полтора-два, добившись успеха, начинаешь масштабировать свой бизнес, ты же хочешь свой путь передать сотрудникам, нужны данные. Не эмоции твои, они уже давным-давно стерлись. Ты уже забыл, как это классно, когда идет первая продажа, ты уже в рутине. А вот данные, они никуда не денутся. Поэтому, если в самом начале информация о клиенте, о контактах с ними будет храниться в CRM-системе, видите, я такой евангелист в CRM, выступаю в этой роли, но это правда важно. Для стартапа это очень важно, потому что это ваше будущее. А вот на этапе предпринимательском парадоксальная история. Да почему бы и нет? Нет, пускай живет этот подход. Но вот из всей системы, посмотрите, я выделяю несколько управленческих функций, на которых надо сосредоточиться. И вот именно здесь проблема, потому что бизнесмены, живя в таком предпринимательском подходе, в голове это мечтают о системе, о серьезном управлении, о менеджменте, и они расфокусируются. А на мой взгляд, фокус в следующем. Уж коли вы ищете таких замотивированных, активных продавцов, так ищите их. Если вам нужно посмотреть 100 резюме для одного, а вам нужно 500 резюме, уделите этому время, это несложно. Это рутина, это скучно, но это несложно. Мотивация. Слушайте, друзья мои, ну уж коли вы дали такую предпринимательскую возможность своим сотрудникам, ну не отнимайте у них деньги. Ну не выдумывайте дополнительные коэффициенты, которые вам кажутся очень красивыми экономически, но на самом-то деле это просто попытка отнять часть успеха у сотрудника. Вы же хотели его вовлеченности и мотивации, а потом сами же денежки отбираете. Учить. Учить нужно продуктам, чтобы продукт человек знал, продукт сложный чаще всего, этому нужно уделить внимание. Ну и соответственно с точки зрения автоматизации, ERP, управленческий учет, основа основ. Вот здесь, к сожалению, на мой взгляд, невозможно, невозможны компромиссы. И в CRM один единственный элемент, карточка клиента, информация о клиентах, как таковая, вот это закон, за это наказывать и бить по голове. Ну а в планах, естественно, финансовые цели. Вот если вы из всей системы продаж на этом предпринимательском подходе сфокусируетесь на этих управленческих решениях, я вас уверяю, предпринимательский подход заработает. Другой вопрос, что рано или поздно вы все равно придете к системе. Рано или поздно. Я вижу это, что не просто люди мечтают, они идут к этому. И вот здесь возникает ключевой вопрос. Слушайте, я прям вовремя, у меня последний слайд. Вы, ты, я, вы, вы готовы к этому переходу? Переход болезненный. Переход очень непростой. Во-первых, он зависит от той текущей ситуации, которая у вас сегодня есть. Какие управленческие стереотипы наработаны сегодня? Когда я говорю слово стереотипы, я говорю это в том числе и с позитивом, потому что очень многие управленческие стереотипы полезные и хорошие вы выработали, иначе вы не были бы так успешны. А плохие стереотипы надо бы убрать, надо бы разобраться, что плохого, что хорошего. Есть ли у вас политическая воля, друзья мои, но это отдельная история, я здесь не эксперт, я работаю только с теми, у кого она есть. Есть ли ресурсы на этот переход? Переход не быстрый, в две недели не получится, соответственно, это месяцы. Есть ли у вас ресурсы в этот месяц, в эти месяцы жить? Ну и project management. Я сейчас, насколько знаю, идут какие-то сессии по project management, про agile, про другие какие-то концепции. Я считаю, что это основа основ любых изменений. Ну что ж, друзья мои, если вам интересно то, о чем я вам сказал, я сейчас с радостью отвечу на вопросы, я уложился во время, я молодец, но в бизнес-эпицентре будет обсуждение этих всех тем, с радостью приглашаю вас присоединиться и задать эти вопросы, вместе пообсуждаем. все на самом деле непросто, но интересно. Спасибо. Вадим, спасибо. Бизнес-эпицентр 14.30, спасибо, что вы его уже анонсировали. Я напоминаю, я же сам буду, я заинтересован. Конечно. Я напоминаю, что вы вопросы можете задавать через наше мобильное приложение, через Bitrix.conf. Смотрите, Вадим, у вас доклад называется, где мы, и, собственно, какие инструменты будут работать. Есть ли какой-то экспресс-метод, чтобы наоборот явно понять, что я делаю что-то не то, какую-то лажу, что срочно надо остановиться. Совсем экспресс-метод, он такой прислушаться, присмотреться к тем мыслям, которые у вас возникают по ночам, когда вы думаете о своем бизнесе. О чем, что у вас болит и о чем вы мечтаете. Я сейчас очень упрощен. Если вы мечтаете, слушайте, я хочу, знаете, вот поставить сейчас процессики, а сам наболи и потом дистанционно управлять, вы живете в фантазийном мире. Это не спешите, останьтесь в предпринимательском подходе. Вот ей богу. Если вы начинаете понимать, что есть возможности, есть масштабирование, есть рынки, на которые вы еще не дотянулись, потенциальная мощность сегодняшних клиентов не вырабатывается. Видите, каким термином я уже начинаю говорить. Ведь есть сегодня инструменты оценить потенциальную мощность клиентов. Если вы задаете себе такие вопросы, то вы уже на старте, вы готовы ментально, чтобы обсуждать этот переход. С кем вы его будете делать? Сами? С консультантами? С экспертами? Это уже дел 33. Тут вопрос про вашу личную готовность. Спасибо. 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 Спасибо.